Домашнее задание с эфирным маслом орегано. Оно очень похоже на домашнее задание с маслом чайного дерева. Почему? Потому что и у масла чайного дерева, и у масла орегано очень похожие свойства. Это работа с энергетическими границами, с токсическими ситуациями, людьми, отношениями. И здесь мы также, как и с маслом чайного дерева, прорабатываем в этом домашнем, практическом домашнем задании наши отношения, наше состояние. И вдыхая этот аромат, определяем, насколько он нам приятен или неприятен, насколько мы, в принципе, готовы с ним работать. То есть проводим определенную диагностику. Вообще, когда вы в первый раз вдыхаете этот аромат, определите, что он вам напоминает. И, возможно, он вам напомнит какую-то ситуацию. Например, он может вас вернуть к какой-то ситуации, допустим, которую вы не проработали. Например, это может быть какая-то токсичная или абьюзивная ситуация. А может вообще в первый раз ничего вам не напомнить. Чем больше вы его будете вдыхать, с каждым разом оно вам может раскрывать, показывать совершенно разные ситуации. Поэтому вы всегда записываете все ваши ощущения. Это будет вам давать какое-то целостное понимание вашей картины. Вообще, что вам хочет донести лично вам это масло. С чем вам работать, где у вас, скажем так, те моменты, которые вам необходимо проработать. И обращайте внимание, как оно на вас воздействует. Потому что, как я уже сказала в предыдущем блоке, в блоке по рецептам, что чем больше луковой шелухи, токсичных связей, отношений, людей, это масло будет из вашей жизни убирать. И не то, что это масло. Вообще, вы сами будете понимать, кто для вас является токсичным, а кто для вас является другом. И вы будете отходить от тех людей, которые не являются для вас питательными, которые не являются для вас вкладом. И тем больше вашей внутренней радости, вашего внутреннего целостного я будет проявляться. И вы будете уже из своего нового целостного состояния создавать совершенно новые связи, новые отношения. Возможно, даже если, например, вас работа не устраивает, найдете более лучшую, качественную работу с более здоровым коллективом. То есть вот эти все моменты, они, конечно, очень индивидуальны, поэтому я и всегда и пишу о том, что записывайте свои ощущения. И вдыхание масла оригана, использование его в аромакулоне, вдыхание через аромодиффузор в сочетании с медитацией квантовой, всегда вам будет высвечивать, где у вас в жизни есть, скажем так, то, что нужно проработать. Вот масло будет вам не только высвечивать, но еще и помогать вам эти ситуации прорабатывать. Вот. И также, как и с маслом чайного дерева, определяйте при вдыхании этого аромата ваши собственные энергетические границы, определите в вашей жизни, где в вашем списке дел и приоритетов. Ставите вы на последнем месте или где-то в середине, или же на первом месте, что очень хорошо. И посмотрите, где в вашей жизни вам необходимо что-то почистить. Окружение, пространство, людей. То есть это тоже, возможно, может быть не сразу, но будет вам приходить. Если вы уже в той ситуации, когда вы чувствуете, что да, есть абьюз, да, есть токсические отношения, что-то меня не устраивает, тело болит, я вот эту ношу с собой все время ношу, уже мысли все тоже, мои же собственные тоже уже токсичные, и прямо это все переходит в тело, то здесь, пожалуйста, уже используйте масло ориган в рефлексотерапии, в аромовании, в массаже. Это уже будет более глубинная проработка, нежели только вдыхать, нежели только слушать квантовую медитацию. Причем вдыхание, прослушивание медитации, вдыхание с кулона, с аромодиффузора, с флакончика – это все одна тема. Это более, скажем, такая быстрая, легкая форма, тоже взаимодействие с лимбической системой, на уровне эмоций, на уровне энергетики. Энергетики прорабатываем – это один момент. Второй момент уже более глубинный, когда мы уже работаем с телом. Рефлексотерапия – это работа с телом, арома ванны – это работа с телом, и массаж – это работа с телом. И вот самомассаж, точек на ваших стопах, на ваших ладонях – это все тоже очень глубинная рефлексотерапия. Опять-таки, просмотрите в занятии первом, в отдельном блоке по рефлексотерапии, очень подробно рассказываю, что такое рефлексотерапия в сочетании с аромомаслами, и вы поймете ее пользу. И вот когда вы прорабатываете какие-то жизненные, личностные ситуации в вашей жизни, абьюз, токсические отношения, через вдыхание, вы задействуете все ваши чувства, вы слушаете медитацию, вы задействуете вслух, вы вдыхаете аромомасла, вы задействуете обоняние, и это все идет в вашу лимбическую систему, прорабатывает определенные ваши ситуации, и дальше вы в более глубоком формате уже работаете с телом, это уже осязание. И получается, что масла же, они еще работают с энергетикой, открывают ваши чакры, работают с вашим духовным. То есть здесь получается такой очень целостный подход, который работает с вами не только как с телом, но и как, скажем, такой вот божественной сущностью со всеми вашими энергетическими телами, с чакровой системой. То есть очень хороший получается результат. Ну и, конечно же, со временем, вот с такой вот постепенной, поэтапной работой, вы будете очень много наблюдать интересных событий, да, когда очень много ненужных людей, ситуации будет уходить из вашей жизни, для того, чтобы на это место начали приходить более новые люди, новые окружения, те, которые будут для вас питательными, которые будут для вас вкладом, и которые действительно будут отражать в вас, да. То есть чем больше мы целостны, радостны, тем больше таких же людей приходит в нашу жизнь, да. Но если этого нет, то значит есть что-то, что нам необходимо проработать. Значит есть какие-то, скажем так, все еще ситуации, где мы нечестны с собой, где мы себя где-то обманываем, идем на нелюбимую работу, живем с нелюбимым человеком, мы находимся в неравноправных отношениях, да, ну то есть тоже очень много разных ситуаций. И вот масло орегано помогает эти ситуации вскрывать, прорабатывать и самостоятельно даже уже помогать нам переходить на новый уровень нашей жизни. И я желаю вам на этом очень интересном пути, конечно же, удачи.